Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Спасибо всем, кто со мной, кто смотрит меня, кому важно получать ценную духовную информацию. С вами Давид Плискин из Святого города Иерусалима. И сегодня мы поговорим на очень важную тему чувства, которые меняют жизнь и судьбу. Есть чувства, которые могут изменить и нашу жизнь, и нашу судьбу. Сегодня, кстати говоря, годовщина ухода из мира Любавического Рэбби это праведник, который совершил в мире большие изменения к лучшему. И он постоянно пользовался этим чувством, о котором я сегодня буду говорить, которое меняло и его жизнь, и жизнь множества людей. И когда мы поймем, что это за чувство, и как оно работает, то с Божьей помощью сможем перейти на новый уровень, радостный, наполненный духовным, материальным изобилием жизни. Подождем немножко людей, пока наберутся. Ага, вот я вижу. Странно сейчас, почему-то не написано, сколько народу. Шалом, Елена, Шалом, Георгий. Очень приятно всех видеть, сколько лет, сколько зим. Так. Жалко, не видно, сколько народу. Но ничего, главное, что есть прием. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно. И мы начнем говорить о чувстве, которое может изменить вам всю вашу жизнь и всю вашу судьбу. С Божьей помощью. Как видно, как слышно. Я знаю, что есть задержка. Поэтому подожду, нет проблем. Так. Так, так, так. Шалом, Галина. 23, Яков Либерман говорит. Это 23 человека, да? А как видно, как слышно, напишите, пожалуйста, по десятибальной системе. От одного до десяти. Так, так, так. Хороший звук и видеотрансляция. Отлично. Нормально. Здравствуйте, Сусана. Здравствуй, Георгий. Шалом, Сима. Отлично, дорогие друзья. Спасибо всем, кто со мной. Мы начинаем наш урок с Божьей помощью. Дорогие друзья, давайте начнем с вопроса. Вот смотрите, у нас есть разные чувства. Разные чувства мы испытываем. Чувство любви, чувство страха, чувство доверия. Да? Есть огромное количество чувств, слава Богу. Как вы считаете, какое чувство влияет больше всех на нашу жизнь? Какое чувство? Как вы считаете? Напишите, пожалуйста, ваше мнение, какое чувство больше всего влияет на жизнь человека самого? Какое чувство у него должно быть для того, чтобы оно влияло на всю его жизнь? Шалом, Сергей, Шалом, Яков. 10, 10. Отлично. Я рад, что слышно хорошо, что видно хорошо. Очень важно. Страх. Страх влияет на нашу жизнь, совершенно верно. я уточню, я уточну. Это чувство положительное. Это чувство положительное и это чувство противоположно страху. Любовь – это очень-очень важное, очень-очень хорошее, положительное чувство. Но любовь бывает разная. И любовь, она не обязательно влияет на будущее. То есть, в принципе, как сама по себе чувство, оно, естественно, влияет на нас очень сильно. Но в плане изменения судьбы оно не обязательно меняет судьбу. Естественно, я всем вам желаю любви, чтобы у вас был и появился у кого нет хороший, любимый человек противоположного пола, с которым вы связали бы жизнь. Это для неженатых, незамужних, для тех, кто женат и замужем, чтобы у вас была еще больше любовь, чтобы любовь только разрасталась в вашей жизни. И не только между мужчиной и женщиной, но и, естественно, между братьями, сестрами, отцами, матерями и детьми. Любовь – это очень важно. терпение, терпение – это важно, очень согласен. Я не знаю, можно ли назвать это чувство. Терпение – это качество. Это очень-очень важно, но, тем не менее, оно не всегда влияет на нашу судьбу. Скажем так, может быть, вообще в основном терпение не влияет как бы мистическим образом, скажем так, на нашу судьбу. А я спрашиваю, какое чувство влияет как бы напрямую на нашу судьбу, да, любовь, послушание, благодарность, очень важное чувство, да, благодарность, это может быть, она, есть в этом какая-то сгула, какое-то такое мистическое влияние, но я хотел поговорить о чувстве, я скажу о чувстве, которое вообще вот реально влияет на нашу судьбу, вот прямым образом, да, положительно. Окей, ага, никто не угадал, значит, приз остается мне. Хорошо, значит, дорогие друзья, начнем нашу лекцию. Есть определенные слова и чувства, которые способны произвести коренные изменения в судьбе человека, мы это знаем. О этих словах и чувствах есть четкие обещания в наших духовных источниках, в Торе. В скрытой и открытой Торе есть описание конкретных путей по снисхождению изобилия в нашу жизнь. Понимание этих духовных путей или этих духовных строений вместе с произведением определенных чувств помогут нам достичь умения создавать изменения на один день и на поколение вперед. Если мы сможем правильно пользоваться этими чувствами, то, как говорит «Равы и удалить блох», я очень люблю приводить его цитаты, приводил раньше прошлых уроков, он говорит так, «Все аспекты этого мира и творения исправляют и готовят нам причины, которые приносят нам приятность и добро». Вот это такой мой перевод. То есть, когда у человека есть положительное чувство, когда он умеет правильно пользоваться своими чувствами, это то, что происходит. Тогда все аспекты этого мира готовят ему причины, готовят ему события, которые приносят ему хорошие вещи, приятные вещи и добро. Например, чувство ожидания чего-то хорошего. То есть, по человеку это может быть чувство скуки, я скучаю по тебе, это очень тонкое чувство. Для того, чтобы описать вам процесс, который душа человека производит, когда ощущает это чувство, я хочу привести следующий пример. Есть духовное вечное строение, в соответствии с которым происходит управление и влияние на духовность и материальность. И попробую объяснить это аллегорией. Представьте себе десятиэтажное здание, на каждом этаже которого проявляется слава Творца. посредством света любви, которая оживляет, поддерживает все. И это происходит в следующем порядке. На первом этаже есть проявление на определенной ступени и проявление света. И этот свет проявляется через открытые чудеса и изобилие, которое взливается на нас. если что-то непонятно, то спрашивайте. Да, я знаю, что тема не самая простая. Значит, это первый этаж. На втором этаже что происходит на втором этаже? на втором этаже уровень света более высок. До такой степени, что по сравнению со вторым этажом первый этаж покажется нам темным. На третьем этаже уровень света и любви Творца еще выше, чем на двух первых этажах. И так далее. Понятно, да? На каждом этаже есть разделяющая граница, чтобы свет более высокого этажа не распространился на более низкие этажи. И об этом сказаны слова Всевышнего «И славы моей другому не дам». То есть есть свет Творца, свет его любви, свет его изобилия, который творит все мироздание. Этот свет разделяется. На каждом этаже есть определенное количество света, которое Творец дает. И тот свет, который есть на одном этаже, есть свет, который не проходит на другой этаж. То есть на другой этаж, на более нижний фильтры, стенки, потолок, да? Он отделяет свет более высокий от более низкого света. более сильный свет от более слабого света. Что происходит на этажах, которые еще ниже, чем первый этаж? Так, знаете, например, в Израиле есть этажи минус первый, минус пятый и так далее. Так продолжаем наш пример. Представьте, что есть десять этажей, которые противоположны свету. То есть это вот минусовые этажи. каббалистическая книга Зоар называет их десять корон нечистоты. Наверное, коронавирус пришел оттуда. Что происходит, если человек оказывается на одном из таких низких этажей? Не о нас будет сказано. Что оживляет это место? Если высшие этажи устроены по принципу и славы своей другому не дам, что означает, как вы помните, ограничение света, чтобы он не спускался вниз. Если человек сейчас находится в плену у темных чувств, таких как депрессия, печаль, горечь, путаница, это означает, что сейчас он находится под первым этажом света. Если так, то у него нет света. Духовного света у него нет. Понимаете? Татьяна, на здоровье, я только начал урок. Я надеюсь, что вы все прослушиваете до конца и буду рад потом услышать ваш фидбэк, что было полезно, что вы получили от этого урока. Я хочу вам дать максимальную пользу. Поэтому, если есть какой-то вопрос, то пишите. так, дорогие друзья, мы сейчас переходим к самому главному, что открывают нам великие учителя Хасидута. Что даже то место, где тот человек находится, который находится сейчас в депрессии, на минусовых этажах, этот человек получает влияние, питание скрытым образом от света, который оживляет все этажи. Свет самого высокого этажа свет десятого этажа настолько силен и скрыт, что нижние этажи не могут получать от него питание, свечение. И поэтому существование этого света возможно даже в самых низких местах. Я уточню. Немножко ошибочкой сказал. Свет самого высокого этажа он силен и скрыт. И поэтому нижние этажи могут получать от него питание. Могут получать от него светение. От девятого этажа уже нижние этажи не получают. От десятого этажа есть такой сильный и скрытый свет, который не входит в этажа. Но с другой стороны он находится там. проникает. Есть такие частицы кварки. Они проникают все, мы их не видим, не чувствуем, они проходят сквозь стены, сквозь все мироздание. Настолько они малы. И как подобие кваркам, пример, который мне сейчас пришел в голову, вот этот свет, который находится на десятом этажи. Человек, который проходит черную полосу своей жизни должен знать, что есть такой свет, который находится везде, который находится там, где он находится. И в его существовании этого света нужно верить. И к нему, к этому свету нужно прилепиться. Понимаете? Посмотрим комментарии. Так, Сергей Фоменко понимает. Отлично. Ладно, спасибо. Спасибо всем, кто пишет комментарии. Это важно. Мне важно знать, что вы понимаете, что я говорю, потому что я здесь для того, чтобы принести вам максимальную пользу. Я здесь для вас. Поэтому вопросы, непонимания, все пишите. Замечания. Буду очень рад. Так вот, дорогие друзья, есть этот свет, который проникает даже в минусовые этажи. И от этого света, скрытого света, питается все эти этажи. И тот человек, который попал, мне о нас будет сказано, на эти темные этажи, он тоже оттуда питается. с другой стороны, у каждого человека, я думаю, есть какая-то часть, маленькая часть, в которой он находится на каком-то минусовом этаже. И он хочет оттуда выйти, он хочет выйти в плюс, он хочет быть на десятом этаже. Что в такой ситуации нужно делать? В такой ситуации нужно кричать из глубины сердца. Это то, что говорят наши источники. Аеме ком кводо. Это на иврите, кто понимает, на русском, где место славы твоей Всевышней. Объясняю. Так как этот свет высокий, скрытый, находится и там, где вы сейчас находитесь, где находится ваша часть минусовая, которая находится в минусе, где бы то ни было в материальности и в духовности и вы его не видите, то что тогда происходит? Вы его не видите. По причине его величия есть сокрытие. Другими словами, мы желаем близости к творцу. Мы говорим «Творец мира, где ты? Где твой свет? Где твоя любовь?» Вот этими словами. «Где место славы твоей?» То есть мы другими словами говорим «Всевышний, я хочу перейти на более высокие этажи». Там больше раскрывается твоя слава. Там твоя слава раскрывается как говорится кеседр по порядку. Так как мне это нравится, так как мне это хотелось быть, так как в порядке. А если человек находится в ситуации, когда ему плохо, то слава Всевышнего раскрывается как бы не по порядку. Понимаете? И человек, который находится на таких минусовых этажах, он тогда должен быть «Всевышний, где место славы твоей? Я хочу тебя, я хочу быть ближе к тебе, я хочу почувствовать твою любовь, я хочу увидеть твой свет, раскрытый свет, как мы брошешь она, мы благословляем друг друга, шана то вау мы тука, чтобы у нас был хороший и сладкий Новый год. Если хороший, зачем сладкий? Потому что все хорошо, что Всевышний делает, но не всегда мы понимаем и ощущаем все хорошо. Поэтому мы говорим сладкий Новый год у нас был, то есть чтобы мы ощущали, что все, что с нами происходит, это хорошо, чтобы для нас это было реально ощущение хорошего. То есть чтобы Всевышний давал свое изобилие так, чтобы мы ощущали от этого себя хорошо и радостно и чувствовали сладость. это наше желание и то же самое в той ситуации, человек ощущает ой, я сейчас на минусовом этаже, Всевышний пожалуйста, где место славы твоей, покажи мне вот это изобилие, которое ты сейчас мне даешь не упорядоченным путем, да, оно приходит ко мне не упорядоченным путем, пошли мне пожалуйста, это изобилие упорядоченным путем, это означает, что ты мне поднимаешь на более высокие этажи, ты даешь изобилие может быть даже то же самое изобилие упорядоченным путем, таким путем, что я чувствую от этого себя хорошо, я чувствую от этого себя радостно, я чувствую сладкие дни, сладкое время. Когда человек находится на этажах, который ниже первого, поднимает глаза к десятому этажу и страстно желает достоиться света, который светит там, создает своего рода трамплин, который приведет его непосредственно к тому месту, которое он хочет достичь. Понимаете? Так, посмотрим комментарии. Эдуард пишет, в хосединском божественном светоси снисхождением свежих миров, в нижнем миры, через сжатие это есть седарь, да, совершенно верно. Так, Сергей читаю, Галина пишет, здесь богу быть и стремиться к свету божьему. Конечно, конечно. Да. Лада пишет, наверное, называется божья благодать, наверное, можно так назвать, я называю это изобилие, божественное изобилие. Окей, мы продолжаем. так что, дорогие друзья, если вы находитесь на минусовых этажах, это не конец. Всегда можно подняться оттуда посредством душевного движения, которое приблизит вас ко всевышнему. Там спуск становится средством для подъема. Любой человек, который находится внизу, когда он вот так из этого низа желает и надеется Всевышний, что Всевышний покажет ему свет более высоких этажей, это на самом деле притягивает его к тому свету более высоким этажам. Такой закон, что человек должен помнить, что когда его душа производит определенное движение, оно колеблит все миры. Любое чувство колеблит все миры, и об этом говорит Раф Блох в прошлом своем уроке. По-моему, я привожу его цитату. Если кто-то хочет цитату, зайдите на мою страничку Давид Плискин на русском языке, там есть цитата его. Если человек находится в очень низком месте, но при этом помнит, что Всевышний дает свет и жизненность, так же и в этом месте, этот свет прилепляется к нему и пускает корни в его ментальную и духовную почву и оттуда начинают как источник бить ключом позитивные влияния. Понимаете? Поэтому каждый раз, когда мы встречаемся с ситуациями, из-за которых мы печалимся, входим в негативные чувства, остановите течение жизни на минутку и крикните из глубин вашего сердца крикам, которые никто не слышит. Где место его славы? Где высший свет? Где ты творец мира? Где моя вера? Где моя уверенность? Где место его славы? Раби Нахман из Браслава объясняет, что когда человек находится в темном месте, в духовном, финансовом или материальном плане, в тот момент в его месте как будто нет божественности. И как вы помните, есть такое выражение «Славы моей другому не дам». Да? Все. Есть там свет, здесь нету света. Ему так кажется. Если так, то как исполняется фраза пророка «Вся земля полна славы его», говорит пророк Ишая, открывает нам Раби Нахман, что даже в самом темном месте, внутри депрессии, печали и сомнений, даже там есть этот запрятанный и скрытый свет, который светит даже в сокрытии, даже в самых низах. Когда мы пользуемся словами, чувства и желания усиливаются, чувства надежды, которые пробуждает человек, закрывая глаза и концентрируя поток своих мыслей на источнике всего, немоверно велико. И поэтому, дорогие друзья, мы сейчас приходим к этому чувству, что это за чувство. Это чувство надежды, это чувство, что Всевышний, я надеюсь на тебя, что ты дашь мне вот этот свет. чувство надежды, чувство упования на Творца, это чувство, которое может изменить нашу жизнь больше всего. Об этом пишут наши мудрецы, во всяком случае, так я их понимаю. Поэтому, дорогие друзья, в какой бы ситуации вы не находились, в минусовой или в плюсовой, если вы хотите продолжить движение вперед, чтобы Всевышний вам помогал, изливал на вас свое божественное изобилие, давал вам помощь в ваших делах в любой сфере. Просто те вещи, которые вы хотите улучшить, скажите, где место славы твоей? Где место славы твоей? Обратитесь к Всевышнему, скажите, где место славы твоей? И тогда, когда вы по-настоящему ощущаете, что вы этим делаете, что вы этим ожидаете от Всевышнего, что он раскроет свое изобилие для вас в упорядоченной форме, так как для вас это не только хорошо, но и сладко, как мы желаем хорошего и сладкого Нового года, тогда с Божьей помощью чем больше у вас это чувство, чем сильнее это чувство, тем больше вы надеетесь, полагаетесь на Творца, тем больше Всевышний вам будет давать хороших вещей, спасения, помощи, поддержки во всех ваших делах. вообще надежда на иврите это теква, процесс надежды, когда я надеюсь, называется кивуй, кивуй это от слова кав, кав это линия, то есть когда я надеюсь, то я соединяюсь с Творцом, теква, корень этого слова это кав, кав это линия, то есть когда я надеюсь на Творца, то есть линия, которая соединяет меня с ним, прямая связь с Творцом. Так, пишет Георгий Невня, вы объяснили то, что происходило со мной, доходило до того, что были пророческие сны и четкие пути, по которым идти во снах. Супер. Видел своими глазами то, что никогда не видел раньше, такие чудеса это непередаваемо. Полное сердце дать Богу. Да. То есть когда вы говорите АЕ МИКОМ КВДО на иврите, да, можете на иврите говорить, можете на русском, главное, чтобы вы это понимали, понимали, что в это время нужно думать, да, и самое главное, что вы чувствуете, надеетесь на Творца, что он вам поможет, то тогда, с Божьей помощи, вы на самом деле просто измените свою жизнь и жизнь ваших близких к лучшему. Просто можете перейти на совершенно другой, положительный, качественный уровень жизни. для тех, дорогие друзья, кому хочется лучше понять эту тему или начать с АЗОВ и проработать эту тему по-настоящему, потому что вы сейчас получили знание, если вы не начнете это применять в течение 24 часов, все, все улетучивается. Я приглашаю вас, дорогие друзья, начать по-настоящему эту тему, прорабатывать, учитывая еще множество других знаний, которые поможут вам проработать какую-то одну тему, нужно для начала выбрать одну сферу, которую вы прорабатываете. Я сейчас подумал, какая сфера у людей сейчас больше всего страдает, святи с коронавирусом. И я думаю, что это финансовая сфера, поэтому те, кто хочет это серьезно проработать, я приглашаю вас всех с удовольствием на мой платный курс, платный марафон. Для этого перейдите на группу в Телеграме, там вы получите информацию, об этом получите еще интересные вещи, интересные дополнения к тому, что вы, наверное, ищите. И кроме того, для тех, кто просто хочет получать мотивирующую, мудрую информацию, мудрую фразу, связанную с верой, упованием Творца, уверенностью в себе или информацию о влиянии наших чувств, мировоззрения на окружающий мир, то подписывайтесь на мой бесплатный канал в Телеграме, который я сделал. Вот вчера, вчера ночью я его организовал, совершенно новый, там пока еще ничего нету. подписывайтесь туда и будете получать каждый день какую-то новую, мотивирующую, мудрую фразу, которая будет вам просто строить весь день с Божьей помощью. Ну, еще раз напоминаю, кто намеренно серьезно улучшит свою жизнь и поработает над финансовым аспектом серьезно, я приглашаю на 10-ти дневный марафон, в котором мы проработаем то, как можно по-настоящему улучшить свою жизнь, использовать свои чувства, свое сердце, работу с подсознанием, то, что влияет на нас, на весь окружающий мир. Спасибо, дорогие друзья, всем, кто был со мной, тем, кто был полезен, кому был полезен этот урок, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим эфиром со своими друзьями, можете писать мне в личку вопросы и переходите по ссылке, возможно, в группе по телеграмму, по телеграмме, в группе телеграмма, можно будет задавать вопросы, во всяком случае, в платной группе, скорее всего, точно. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы. просмот lav gosta nem по телеграмму.